Студенты Азбестовского политехникума проявили себя настоящими героями в тушении пожаров, омрачивших майские праздники азбестовцам. Ребята были в авангарде, не боялись самых сложных горячих участков и внесли огромный вклад в ликвидацию огня. С целью выразить благодарность молодым волонтерам, руководители учебного заведения собрали своих студентов в зале кинотеатра «Прогресс». Чувство помощи ближнему, доброта, честь, совесть, те качества, которые нам хотелось бы привить нашим студентам. И это оказалось все присутствует в вас, дорогие наши ребята, когда несколько дней назад вы доказали это. Действительно, повторяться не буду, но более 250 человек всех специальностей откликнулось на эту беду. Причем не за какие-то ковришки, не за того, чтобы уйти с урока, не за того, чтобы экзамен проставили. Они в выходные, в праздничные дни потратили свое время, силы, мужество и помогли ликвидировать нам эту беду. Наши ребята стояли в оцеплении, тушили пожары, разгружали битьевую воду, организовывали пункты приема переселенцев и даже спасали животных. Действительно, 7 числа был кинут клич студентам, объявлено место сбора. Клич пошел у нас в 10 часов, в 10 утра. В 11 часов первая команда в количестве 11 человек уже была доставлена в штаб. В 12 часов поступила информация, что 80 человек в техникуме готовы принять участие в тушении пожаров. Ну, наверное, вы сами все видели те объемы, ту сложность. Действительно, было всем непросто. Отдельно хочу отметить, наверное, работу штабов. Все у нас ребята были обеспечены средствами индивидуальной защиты, респираторами, перчатками, инвентарем. Все были напоены, накормлены. В плане организации никаких вопросов у нас не возникало. Ребята же проявили себя просто с наилучшей стороны. Компания была разношерстна. Я сам их вез, вот эти 13 человек, бухгалтера, обогатители, спасатели, электромеханики. И очень сложно представлял себе, что можно из этой компании слепить, какую пожарную команду и чем мы реально сможем помочь. Но, видимо, беда объединяет настолько, что ребята мобилизовали в себе свои силы. И мы действительно эффективно проявили себя, эффективно отработали. И самое главное, есть результат нашей с вами работы. Глава Азбеста Наталья Тихонова также присоединилась к чествованию молодых героев. Она выразила благодарность ребятам, которые вместо отдыха в майские праздники выбрали тяжелую работу огнеборца и смело пошли сражаться со стихией. Я обращаюсь сегодня к родителям. Наверное, не каждый может найти в себе силы воспитать настоящих героев. Вы это смогли сделать. Вы можете гордиться своими детьми, потому что они у вас лучшие. Они у вас настоящие. Они у вас ответственные. И это ваш каждодневный труд. Вам большое спасибо за вот таких надежных и уверенных ребят. Я, уважаемые педагоги руководства техникума, хотела бы выразить слова вам признательности, искренности, благодарности от имени губернатора Свердловской области, Куйвышева Евгения Владимировича, правительства Свердловской области, от всех нас, азбестовцев, за то, что вы смогли, за то, что вы реальная сила, за то, что вы наша надежда и опора. Спасибо вам большое. Наталья Тихонова вручила благодарственное письмо коллективу преподавателей и студентов политехникума за активную жизненную позицию, самоотверженность и инициативу, проявленную в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Азбестовского городского округа. Небольшим подарком для наших волонтеров стал показ отечественного фильма про героев, борющихся с огненной стихией.